Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! В этом видеоразборе посмотрим на бесплатную версию темы для WordPress под названием Rive. Тема хорошо заточена под всеми любимый и известный конструктор Elementor. Сама тема имеет богатый интерфейс, тема русифицирована и она привлекла мое внимание. И я думаю, что она привлечет и ваше внимание тоже. Меня зовут Федор Васильев и давайте разберемся, что за зверь такой темы Rive. Итак, давайте сначала ознакомимся на странице разработчика с темой Rive. Что здесь есть? Здесь можно сразу посмотреть, ну как в принципе и в любой другой теме, различные макеты. Сразу видим, что переведена на многочисленные языки, в том числе и русский. Дальше есть подробная документация. И тема Rive имеет Pro-версию с расширенными функциями. И естественно в этом видео мы будем рассматривать ее бесплатный вариант. Также ниже мы можем видеть совместимость не только с Elementor, но и в WPBakery, и с плагином для мультиязычности. И естественно в WooCommerce интернет-магазин. В этом разборе мы будем смотреть на моем демо-сайте с WooCommerce. И в конце разбора я хочу посмотреть интеграцию с Elementor, как страницы собираются и на готовом шаблоне. То есть как загружать. Посмотрим это обязательно. И ниже вы можете как раз таки видеть разницу. Просто понятно, что входит в бесплатный вариант, что входит в Pro-версию. Поэтому здесь это очень доходчиво объяснили. Итак, тема есть в репозитории. Давайте я перейду на свой демо-сайт и начнем знакомиться с данной темой. Итак, вот у меня есть демо-площадка на WordPress. WordPress на момент записи видео я использую 5.9. Актуальная версия. Обычный шаблон сейчас стоит с предустановленным WooCommerce, с предустановленными моими демо-товарами. И предустановленным еще и блогом, статьи. Давайте я перейду в внешний вид темы. Добавить. В поле поиска пишем Rive по-английски. И находим, вот она здесь есть, free, бесплатная. Нажимаем установить. Идет установка. Далее нажимаю активировать. Тема установили, активировали. Выскакивает сразу рекомендация от темы, что нам нужно установить некий фреймворк. Это если мы будем использовать готовые шаблоны под Elementor. И Rive Extensions. Это дополнение. Тема Rive предоставляет дополнительные аддоны для Elementor. Позже рассмотрим. Начать установку плагина или закрыть окно. Вы можете здесь вот увидеть внешний вид. Вот у нас есть Rive Free. Давайте ознакомить с данной страницей. Как вы видите, все на русском языке. Здесь есть вкладки Import Design. Вот как раз таки и надо нажать установить вот этот фреймворк. На самом деле это к вам установится в плагины. Дополнительный плагин. Который позволит смотреть прямо в админке демонстрацию готовых шаблонов, созданных на Elementor. Как платных, так и бесплатных. И демонстрация этих шаблонов вы можете сразу посмотреть. И какой шаблон вам приглянется. То есть созданный в Elementor с использованием темы Rive. Установить к себе в два клика. И настроить под себя. То есть по сути быстрое создание сайта. То есть останется только отредактировать. Уже макет у вас будет. Я предлагаю этим заняться уже в конце разбора этого видео. Сначала все-таки я хочу, чтобы не путаться, посмотреть все настройки данной темы. Разобрать их. В связке с WooCommerce. А потом уже посмотреть, как это работает с Elementor. Ну дальше стандартные вкладки помощи. Также вкладка реклама про версии. И рекомендуемые инструменты. Здесь нам говорится, да. Какие инструменты рекомендуются. Например, для ускорения сайта плагины рекомендуют. Для оптимизации изображений рекомендуют тоже плагин. Вот Elementor. И вот, например, есть, видите, если вы ищете более красивые и бесплатные шаблоны для Elementor, попробуйте наш пакет Templates. Он также включает новые виджеты для Elementor. Плагин можем сейчас установить. Посмотреть, как вообще выбирать шаблоны. Но вернемся уже именно к установке и рассмотрению шаблона, как я и сказал, в конце этого видео. Давайте плагин установим отсюда. Идет установка. Дальше появляется кнопка активации. Нажимаем активировать. Ждем, когда активируется данный плагин. После активации на вкладку Import Design переходим. Видите, меняется страница. Потому что сейчас нам этот предоставляет вот только что установленный плагин. Здесь есть поиск. Бесплатных тут, конечно, вариантов мало. Разбито все по категориям. Можно так вот сортировать. По-английски, правда, написано. Там портфолио. Или лучше, если вы ищете только бесплатные варианты, нажать на Free. И отобразятся только бесплатные макеты. Они достаточно симпатичные. Например, вы можете просто кликнуть. Это еще не будет установкой на ваш сайт. Просто вот так на миниатюру. Посмотреть вот так. Хотя нам еще это ни о чем не говорит. У нас появляются кнопки просмотреть. Или сразу перейти к следующему шагу для установки. Мы нажимаем просмотреть. И в новой вкладке браузера. Видите, красивый слайдер. Это, по сути, на весь экран. Это вот целый сайт. Вот так выглядит меню на этом шаблоне с этой темой. Видите? Это, например, что-нибудь для фотографов. Вот если нравится, посмотреть другие страницы. Вот, дальше я кликаю опять на эту большую открытую картинку, чтобы она свернулась. Например, здесь есть и другие интересные варианты. Давайте я посмотрю. То есть их можно вот так сразу несколько открыть. Давайте вот этот посмотрим вариант. Во-первых, здесь есть preloader, предзагрузка. Как раз таки встроенная в бесплатную тему. Видите, вот как он есть в сайт. Вот он так к вам и установится, если он вам понравился. Вам останется только его отредактировать. Вот эти все элементы, там поменять текст, цвет и так далее. Где-то я здесь видел еще интересный вариант. Давайте вот этот посмотрим. Вот интересный вариант. Печатается текст. Но, скорее всего, это будет доступно, насколько я помню, в Pro-версии Elementor. То есть надо покупать плагин Elementor Pro. Насколько я помню, это бесплатный аддон. Но мы попробуем, если, конечно, получится на бесплатном, что нам удастся сделать на бесплатном Elementor. То есть вот такой вот сайт мы можем получить за несколько кликов и настроить его под себя. Естественно, все эти макеты должны быть мобильные, адаптивные. Вы это сами видите. Должны хорошо смотреться на мобильных версиях. Вернемся к этому, как я и сказал уже позже. Чтобы вы понимали всю структуру, давайте еще зайдем в плагины. У меня были плагины до этого установлены. Вот только эти. А вот этот только что мы сейчас с вами установили. Как раз таки, который позволяет показывать вот этот некий фреймворк. Если вы хотите делать сайт на этом шаблоне, без Elementor, без вот этих вот получается шаблонов, то этот плагин вы не ставите. Вы посмотрели на него. Здесь его держать не надо. Если он вам не нужен, удаляйте обязательно. Не надо нагромождать сайт. Вот это верхнее сообщение тоже по крестику я могу скрыть. Мне оно пока не нужно. И давайте знакомиться с данной темой. Во-первых, мы эту тему с вами активировали. Она у нас активна. Мы это видим здесь. Как сайт у меня выглядел. Обновляю сайт. Тема уже должна примениться. Вы видели, какая была красота? Обратите внимание еще раз. Вот этот прелоудер, который тоже можно менять и цвет, и дизайн. Это очень хорошо. Видите, встроено в шаблон. Обычно сайты у нас не славятся большой скоростью, производительностью, когда мы используем Elementor или WooCommerce. Все эти сайты у них у всех, абсолютно у всех, какой бы шаблон мы ни взяли, у них один общий большой недостаток. Они все достаточно тяжеловесные на простых хостингах. Вот этот прелоудер, он позволяет показать пользователям момент ожидания, что что-то происходит, что сайт грузится. Это очень хорошо, чтобы человек не ушел в ожидании загрузки страницы. Посмотрите, какое меню. Здесь даже встроена шапка, которая при прокрутке уменьшается в размере. Многим это нравится. Я знаю, многие ищут такие плагины бесплатные, но обычно это все платно. В бесплатной теме Ralph, обратите внимание, уже из коробки прикольное меню. Шапка раскрывается, уменьшается и даже меняет цвет. Мы до этого, до всех этих настроек дойдем. Смотрите, как уже выглядит блок. Я еще ничего не настраивал, я просто активировал тему. Пройдем. Смотрим. Ну, у меня тут статья такая себе, нету текста, ничего, только фотографии. И получается, что форму комментариев здесь можно только оценить, как выглядят комментарии, как выглядят страницы WordPress, штатные страницы. Сейчас я посмотрю, где-то у меня есть текст. Вот. Так это выглядит. Здесь понятно, у меня использовались виджеты от другого видео. Они сейчас у меня не работают. И самое интересное, это WooCommerce, интернет-магазин. Понятно, что здесь слишком большие изображения, это все надо настраивать. Я надеюсь, это можно настроить. Infinity Scroll при прокрутке у вас будет сами подгружаться, знаете, как лента в социальных сетях. Вы крутите, крутите страницу вниз, а у вас подгружается, подгружается лента. Здесь уже это в шаблоне встроено. Вы это только что сейчас видели. Давайте посмотрим карточка, как выглядит. Пока что у нас расположение сбоку миниатюр. Ну, пока так себе. Надеюсь, что можно настроить. Это будет в теме более детально. Карточку товаров. Итак, переходим к первым настройкам. Темы Rive. Я перехожу вот здесь в внешний вид. Настроить. Итак, как вы видите, тема на русском языке. Это очень хорошо. Первая вкладка. Это у нас сразу реклама и ссылка на Rive Pro. На расширенную версию данной темы. И давайте по настройкам. Главные настройки. Смотрите, открываем. И тут масса просто вкладок. Главная страница. Вы решаете здесь, что показывает на главной странице. Вот у меня пункт. Главная. И что здесь выводится. Страница, блок, отдельный альбом, список альбомов. Давайте просто проверим. Блок у меня есть. И видите, выводится блок. Анонсы из блога. Во-первых, вы могли не обратить внимание при установке темы, что у нас еще устанавливается в корневую, так скажем, меню WordPress. Вот эта вещь, отдельный альбом, список альбомов. Если я выбираю. У меня ошибка 404, потому что альбом не создан. Меня это натолкнуло на мысль. Смотрите, если мы посмотрим сейчас с вами просто в консоль, то с установкой темы, смотрите, что добавляется. Работы, новая вкладка. Альбомы, люди. То есть я вижу дополнительные три вкладки. Мы обязательно это тоже рассмотрим. То есть здесь надо создать альбом, и мы можем вывести это на главный. Я думаю, что это будет симпатичная галерейка. Пока что пускай у меня просто на главный будет страница. То есть понятно, что мы здесь на главный можем вывести разные страницы. Идем дальше. Общая разметка. И настройки здесь на этой вкладке очень интересны. Давайте сверху посмотрим. Смотрите. Фоновое изображение. Сразу, чтобы понимать, нам нужно большое, не меньше Full HD. Это 1920 на 1080 изображение. Давайте я загружу что-нибудь. Так, я загрузил изображение. Выбрать. Смотрите, это у нас получается на задний вообще план подгружается изображение. Вы видите, даже здесь его видно. Как растягивать изображение. Дальше вы решаете, есть ли вы его используете. Тут такое название содержать. Это там типа вмещать, накрытие, растянуть. Это может быть, значит, маленькая паттерн-картинка. Потому что здесь есть повторять по иксу. Просто повторять. Это, наверное, по всем сторонам. И давайте сохранимся. То есть вот, например, страница. Главное. Смотрите. Сзади помещается изображение. На странице магазина это не действует. А, ну, оно действует. Вон оно, видите, где за товарами. Просто его не видно. На всех страницах, то есть применяется общая картина. Вот как это выглядит, например, здесь. И она у нас сразу фиксирована. И давайте посмотрим еще блок. То есть понятно. Я фон изображение удалю. И цвет фона можно выбрать из палитры. Это вместо картинки получается. Вместо картинки будет фон. Не хватает, конечно, иконок такой стрелки сброса по умолчанию. Дефолт. А, вот, извиняюсь. Сброс у нас все-таки здесь есть. Просто выполнил немножко как-то в старом исполнении. Дальше макет коробочный и рамочный, видите, доступен только в Pro. Версии нам об этом говорят. Поэтому мы не можем воспользоваться данной опцией. А вот дальше меня просто удивило, что в теме такое здесь есть. Я такого вообще не видел в теме, что такое было. Смена курсора мыши. То есть когда курсор находится на сайте. Курсор. Вот видите, я вожу. Ранее я выпускал видеоплагин. Искал бесплатный хороший плагин, который только менял курсор на свой. И я искал возможность, чтобы можно было свою PNG-картинку загрузить и использовать вместо курсора. Бесплатных плагинов на WordPress я не нашел. Их просто нет. Оказывается, у нас есть бесплатная тема. И в ней есть такая возможность. Смотрите, курсор мыши. Можем выбрать. Есть несколько вариантов. Предопределенный. Если выбираем, появляется поле. И видите, есть несколько вариантов. Картинок PNG. Сейчас я вижу, что курсор вроде не меняется. Но если я возьму из предложенных другие варианты. Вижу, что курсор поменялся. Его видно. Рамка. Не такой яркий пример. А вот дальше смотрим. Например, вот этот вариант. Смотрите. Знак супермена, что ли. Давайте посмотрим, как это на фронтальной части выглядит. Обновлю сайт. Да. Когда курсор находится на сайте. Смотрите. Видите, что происходит. Я так полагаю, можно выяснить, откуда, в какой папке лежат PNG-картинки. И попробовать просто заменить и загрузить свои уникальные картинки. Хотя зачем это делать, если есть пользовательская кнопка. Где мы можем просто выбрать курсор свой, загрузив сюда картинку. Я попытался загрузить свою картинку. Мне было интересно, будет ли поддержка GIF-анимацией. То есть, если она будет еще анимирована, наша иконка. Смотрите, видите, вот здесь. Она анимирована. Я загрузил с интернета, нашел вот такой вот курсорчик. Но на сайте он применился, но анимация не работает. Есть возможность просто PNG-курсор. Но это уже мне нравится, что в области контента можно поменять курсор. Это прям удивительно, что почему-то в теме добавили такую возможность. Не знаю, как бы есть, наверное, даже история, как эта опция появилась в этой теме. Не просто так, я думаю. Возможно, были многочисленные запросы клиентов данной темы, которые покупали тему, чтобы это внедрили. В общем, здесь это есть. И это очень, конечно, круто. Я оставлю обычный курсор. Движемся с вами далее. Предзагрузчик страниц. Вот это тоже мне очень нравится. Я это люблю. Сразу демо нам показывается. Вы видели, когда страница грузится, показывается так называемый preloader. Он по-другому называется. Обязательно надо такое использовать, особенно если вы используете Elementor или VPBakery или WooCommerce. Если вы чувствуете, что ваш сайт тяжеловат, это будет некое спасение для сайта. Обязательно надо использовать, чтобы человек видел, что процесс идет, что что-то грузится, что что-то работает. Это влияет, так сказать, на психологическом уровне, что человек будет дожидаться загрузки. Ну, конечно, если ваш сайт не будет слишком долго грузиться. Итак, предзагрузчик можно его просто отменить. Он по умолчанию включен, что я и советую сделать. Оставить его включенным. Следующий момент переключения кнопок, вот для этого preloader, как раз таки то, что на кнопках написано onload. И здесь описано, то есть метод загрузки, именно когда загружается, после чего. Здесь прям по-русски понятно. Описание этих опций. Я, наверное, выбрал бы вот этот вариант. Вызывается, когда весь HTML, CSS загружен. Ну, то есть по умолчанию как было. Фоновое изображение. Давайте я поставлю свой логотип, просто посмотреть, что это. А, ну то есть когда, наверное, будет preloader. Опубликую. Пойду на сайт. Обновлюсь. Да, показывается еще вместо фоновое изображение. Ну, я думаю, что не надо эту страницу перегружать. Не советую сюда загружать изображение. Эта страница должна быть легкой. Именно вот эта вот стартовая, да. Если все же использовать изображение, то тоже как его растягивать. Повторять и так далее. Цвет фона тоже можете. Ну, лучше оставлять белый. Как раз вот эта вот заливка. Тип. И тут как раз-таки разновидность preloader. Смотрите. Здесь просто надо поиграться. Видите, какие есть варианты. И цвет. С цветом тут, конечно, нужно уже как-то под дизайн своего сайта. Я поменяю просто, чтобы посмотреть, какой будет цвет. Посмотрим, давайте еще несколько примеров. Какие здесь есть еще варианты по готовым preloader. Например, вот такая здесь интересная штука. Ну, вот такая вот у меня есть. Давайте я такую и оставлю. И давайте посмотрим. Например, я перейду в магазин. Вот так вот это подгружается. На какую-то секунду видно эту анимацию. Вот чем сайт будет тяжелее у вас, тем получается вот эту анимацию человек будет видеть больше, дольше, скажем так. Здесь настройки мы с вами посмотрели. Давайте следующая. Шапка. Темы. Шапка. Это самая верхняя наша часть. Она у нас включена. Если мы ее отключим, она у нас полностью прячется. Давайте посмотрим, как это на реальном сайте. Сразу хочу оговориться. Это нужно только, если вы будете конструировать полностью страницу в Elementor. Потому что в Elementor можно сделать шапку свою. Если каким-то причинам вам не нравится шапка в теме, видите, ее можно не использовать. Но потом надо будет настроить шапку уже в Elementor. Я это здесь оставлю. Дальше. Нижний колонн-титул тоже можно скрыть. Давайте посмотрим. У меня, в принципе, колонн-титул, по-моему, сейчас не выводится. Ну, давайте. То есть есть некий колонн-титул, который можно тоже настроить. Если его скрываем. То есть даже подвал сайта тоже можно скрыть. Вот вы видите, полностью его отключаем. Это очень хорошо. Мы можем получить просто пустой холст, чистый, да? И на нем уже чисто на Elementor верстать весь, всю страницу полностью. Если все же используем нижний колонн-титул, то здесь количество столбцов для виджетов внизу решаете. То есть внизу в подвале какой будет контент у вас, какие виджеты, какая будет информация. Сюда можете вернуться, потом поменять, когда дойдем до виджетов. Вот это у нас, это у нас текст записи. Давайте я сейчас сохраню и пройду на главную страницу. Если подвал оставляем, если копирайты свои прописать, значок копирайтов, год создания, там все права защищены и так далее. Вот обычный текст сюда. Сюда пишем. Либо можем все убрать, если это не нужно. Подвал остается, но копирайт убираем. Или пишем сюда свой. Я вывел свой текст. Ниже ссылка на политику конфиденциальности. Видите? Начиная с WordPress 4.9.6, вы, наверное, знаете. Есть возможность настроить страницу политики. Ну, вы можете сами ее создать, но сейчас у нас при установке WordPress такая страница автоматически добавляется. Ее можно включить, тогда она появляется здесь. Вообще, это полезная штука, да? И потом перейдете на страницы, и текст политики вот, так скажем, конфигурируете под себя уже. Здесь вы можете, вот видите, настроить свою страницу. Я здесь политику оставляю. Дальше. Иконки соцсетей включено. Социальные кнопки мы не видим, но нам говорят, нужно сначала перейти и настроить социальные кнопки. То есть нас перебрасывает в другой раздел. Настройки главной страницы. Иконки соцсетей. То, что они делают отсылку, это вот очень правильно. Человек не запутается и сразу поймет, что он может сразу перейти и добавить социальные сети. Они здесь все подписаны. Внизу, смотрите, огромное количество email, WhatsApp, там Viber, наверное, все это есть. Я думаю, RSS. Вот внизу YouTube, например. Причем это можно менять местами, вот так перетаскивать. И давайте хотя бы на примере несколько ссылок попробуем добавить. Вы можете даже ссылку реальную не добавлять, чтобы просто увидеть работу кнопок. Просто вставьте решетку. И вот тут уже я вижу, YouTube появился, иконочка, как будто бы, ну то есть имитация ссылки. Например, вот я вижу ВКонтакте, тоже решетку поставлю. Вот WhatsApp есть, Skype есть, давайте поставим. Вот, достаточно этих кнопок. Опубликовать. Также есть возможность, несколько вариантов дизайна, они видите в таком кругу, квадратные. Давайте оставим пока вот так. В кругу. И сохранить. То есть вот я где, видите, главные настройки, иконки соцсетей. Мы с вами смотрели нижний колонн-титул. Я возвращаюсь сюда. Вот иконки соцсетей, где мы с вами остановились. Теперь мы их видим. И сейчас, смотрите, вот по клику, видите, я могу их отключать. Включать. А вот дизайн их, видите, белый, сразу ниже иконки соцсетей. И, к сожалению, нельзя выбрать свой цвет, как я понимаю. Вот есть серый, белый, цвет. А, то есть цветные это в цвет самих социальных сетей. Ну, давайте так и оставим. Иконки соцсетей цвет при наведении. Тоже можно менять. Посмотрим белый. То есть вот так она меняется на белый цвет. Ну, пускай будет так. Дальше настройка подвала. У нас есть такой элемент узкий во всю ширину. То есть это контент внутри подвала растягивается на всю ширину. Или узкий вариант. Вы видите, это все элементы, они двигаются. Текст записи, стиль. Классический по центру. То есть можно сделать так. Ну, пускай у меня будет по центру. Цвет фона. Пожалуйста, меняйте на любой цвет. Именно подложки подвала. Нижняя часть цвета фона. Давайте я какой-нибудь возьму. Да, вот этот цвет фона. Верхний, вот этот цвет, непонятно, да? Это у нас получается, возможно, цвет ссылок. Давайте посмотрим, сделаем желтый. Непонятно, вот что за цвет фона написано, да? Но он у нас не желтый. Здесь черный прямо я оставлять уже не буду, но сделаю какой-нибудь серый. Вот так, например. Давайте посмотрим на фронтальной части сайта. То есть вот у нас подвал. Вот кнопки уже вывели. Копирайты. И ссылка на политику конфиденциальности. Дальше цвета виджетов натянуты на светлом. Смотрите, но виджеты мы в подвал не добавили, как вы видите, еще. Все-таки, наверное, я пройду сейчас. Давайте внешний вид виджеты. Добавим пару виджетов, чтобы хотя бы как-то видеть, что у нас происходит по дизайну. И здесь у нас доступно несколько вариантов. Во-первых, я вижу здесь классическое отображение виджетов. Видите? Сейчас у нас немножко выглядит по-другому. В стиле Гутенберга, так скажем. Это, видимо, зависит от шаблона, потому что это реально уже это древнее отображение. Ну ладно, что есть, то есть. Есть боковая панель блока. Виджет с этой боковой панели появится в блоге «Результаты поиска» на странице архива и на странице ошибки 404. Нам это не подходит. Напоминаю, что вот эти вот возможности, куда мы можем вставить контент, зависит от темы напрямую. В Rive тема вот такие вот варианты. Их рассматриваем. Боковая панель, боковая панель страницы, боковая панель магазина. Вот у нас есть область для шапки. И вот нижний колонн-титул это и есть. Во-первых, смотрите, здесь доступны виджеты иконки соцсетей. Видите, вот подставляется вот этот Apollo 13 написано. Это у нас как раз таки все, что подписано вот этим Apollo, это все у нас от темы идет. Ниже идут вот эти вот. Это уже стандартные виджеты WordPress. И виджеты, скажем, в e-commerce, если вы его используете. Давайте я вставлю календарь в область нижнего колонн-титула. Итак, я разместил два виджета календарей и категории товаров. Что получается? Вот здесь мы видим виджеты. Вот они выводятся. Можно до пяти штук вывести. То есть я в одну колонку сюда помещаю. Они уже сами здесь размещаются. И теперь смотрим. Цвет виджета на темном, на светлом. Теперь становится все на свои места. Вот с этим цветом фона. Смотрите, если мы здесь выбираем желтый, это цвет для области виджетов. А вот ниже, на темном, на светлом, это меняется цвета автоматически, скажем, заголовков виджетов. Смотрите, на светлом заголовок светлый. Если, значит, фон вы его здесь выбираете светлый, то здесь выбирайте, например, темный. Видите? Выбираю на светлом. И на светлом, естественно, темный смотрится лучше. Поэтому здесь и темный. Вот такие здесь есть тонкие настройки. Дальше. Разделитель между виджетами содержимого нижнего колонн-титула. Отключено. Если включаем, появляется возможность цветом разделить виджеты. Это такая тоненькая рамочка. Ну, ладно, пускай так и будет. Нижняя часть размер шрифта. За этот ползунок можно потянуть. Увеличивается размер шрифта. Давайте я его, наоборот, уменьшу. Часть виджетов размера шрифта. Тоже можете поиграться. Нижняя часть цвет текста. Не работает для виджетов нижнего колонн-титула. Ну, тоже просто поиграйте с цветом. Нижняя часть ссылки цвета текста. Тоже посмотрите настройки цвета. Нижняя часть ссылки цвет текста при наведении. Белая. Ну, давайте посмотрим здесь. Вот, видите, я навожу желтая на ссылку. То есть это именно для вот этой нижней части. Так, здесь настройки. Мы посмотрели нижнего колонн-титула. Движемся дальше. Скрытая боковая панель. Чтобы посмотреть, как она работает, мы с вами пройдем опять в виджеты. Вот она, скрытая боковая панель. Добавьте сюда какой-нибудь рабочий виджет. Я добавил календарь. Как только его добавляем, появляется вот здесь вот иконочка. Рядом с иконкой поиска. По клику открывается вот такая панель. И сюда вы вставляете любые виджеты. И настройки. Цвет фона. Можете там поиграться. Дальше размер шрифта. Цвет на светлом, на темном. Здесь даже можно вот посмотреть. Боковая панель слева-справа. Но у меня почему-то они все... А, ну вот слева она тоже выскакивает. И тут интересно, есть эффекты. Например, при клике вот так вот она появляется. Вот так вот. Давайте посмотрим еще варианты. То есть очень интересно. Это бесплатная версия темы. И у нас такие возможности. Тема легкая, на первый взгляд, по крайней мере. Я не вижу, чтобы она прям там как-то тупила. Так что, как-то так. Ладно, оставим так. Движемся дальше. Настройки шрифтов. По шрифтам настроек тут, конечно, не так много. В отличие от темы, например, из прошлого моего разбора Cadence. Здесь семейство шрифтов. Шрифты вроде есть. Вот у нас стандартные штатные шрифты. Google есть шрифты. Выбирайте. И тут написано, для чего выбираем. Шрифт для основного. Навигационного меню. Дальше интервал можете задать. Между словами, интервал между буквами. Все как обычно. И пример. И ниже настраивайте вы тот же шрифт для других элементов сайта. Шрифт для заголовков, подзаголовков. Шрифт для заголовков, подзаголовков. То есть просто выбирайте один шрифт, другой. Если вам штатный не нравится. Шрифт для обычного, для содержания и так далее. Настроек здесь больше особо нет. И движемся с вами дальше. Заголовки. Это имеется в виду заголовки. Вот красные я сделал для элементов блога. Вы видите, все заголовки стали красными. И также для магазина. Здесь тоже красятся заголовки в красный цвет. Соответственно, при наведении заголовки страниц, точнее, вот эти заголовки тоже красятся внутри страницы. Так, при наведении. Давайте посмотрим на блоге. Цвет текста при наведении. То есть у нас вот здесь видно, что серый. Например, будет желтый. Что просто посмотреть. Да, действительно красится. Толщина, жирность можно для заголовков также назначить. При образовании текста заглавный ничего. То есть у нас все капслогам пишутся. Это не всегда нужно. И нужно, чтобы первая была заглавная, например. То есть вот так. Я, наверное, так и оставлю. Основные заголовки размера шрифта. То есть если 60 много, можно сделать размером там поменьше. А, да. И это, кстати, у нас идет не для вот этих заголовков. Как вы видите, они в размере не поменялись. Это заголовки вот здесь страницы. Для всех страниц. Меняется вот этот размер. Дальше основные заголовки размера шрифта. На мобильных устройствах. То есть давайте посмотрим. Это тоже для заголовков вот этой шапки. Для всех страниц. Видите? Именно для мобилки. У нас, кстати, вот такое мобильное меню. Давайте еще посмотрим магазин. Да. То есть у нас это меняется. Как-то так. Я сохранюсь и движемся дальше. Текст записи. Чтобы нам смотреть запись, мы переходим в блок. И смотрим на нее. Цвет фона сначала у нас идет. Ну, давайте попробуем просто поменять на темный. Да. Это вот эта область, где у нас идет анонс текста. Но я оставляю его тоже белый. Цвет текста. Ну, это естественно. Цвет текста. Это будет цвет анонса. Вот он красится красным. Ссылки цвет текста. Понятно. И цвет ссылки при наведении. Можете менять размер шрифта. Здесь меняется именно для наших записей. Первый абзац подсветить, отключить, включить. Ну, тут нужно именно делать абзац. Давайте я посмотрю. Видите, у нас ничего не красится, потому что здесь нужно в самой статье делать абзац. Иконки соцсетей мы с вами уже прошли. Дальше. Настройки лайтбокса. Здесь нам говорится, что есть лайтбокс темы для галереи, которую мы с вами еще не рассматривали. Светлое. Отключить. И лайтбокс темы доступна в Pro версии темы. А вот нам сейчас интересно. Лайтбокс для статей. Если вы внутри записи, в статьях, используете фотографии и хотите, чтобы они красиво увеличивались по клику, у нас помолчание отключено. Кстати, если отключено, как это выглядит? Вот я добавил в статью простое изображение. Оно маленькое. По клику в просто WordPress она открывается вот так. Это не лайтбокс. Открывается в новой вкладке просто изображение. Это некрасиво и неправильно. Если мы включаем, то для всего сайта, для всех записей, мы включаем лайтбокс. И причем крутой лайтбокс. Для этой же фотографии, смотрите, я страницу обновляю. Нажимаю. Она красиво всплывает. Мало того, элементы управления добавляет нам сюда. Стрелки. То есть это переключение типа ориентации. Даже поделиться в соцсетях, хотя русских тут нету. То есть дает некие элементы управления. Увеличение, уменьшение. Сделать вообще на весь экран. То есть просто невероятно, насколько крутой лайтбокс. Конечно, включаем такую опцию обязательно. Дальше. Виджеты. Следующее. Некий оступ, возможность задать для виджета боковой панели. Это влияет только на виджет на вертикальных боковых панелях. Нам нужно сначала в виджет добавить. Вот боковая панель блога. Добавил календарь. Вот здесь он вывелся. Но у меня почему-то вот это не влияет. Основной заголовок. А вот именно вот этот размер, текст размер, он влияет. Видите, текст самого виджета становится больше. Именно в самом виджете календаря. Ну вот как-то так. Движемся с вами дальше. Кнопка кверху. Или кнопка наверх. Она у нас по умолчанию уже есть. Вот она прокручивает. Ее, конечно, можно вообще отключить, если она вам не нужна. Она отключается, ее нет. Или мы ее настраиваем. Цвет фона можете настроить. У нас она при наведении даже меняет цвет и имеет даже некую анимацию. Конечно, нужно настраивать ее в цвет дизайна. Так уж завелось, что здесь я использую красный. Пускай будет красный акцент. Иконка сама цвет поменять. Иконка при наведении. Иконка размер. И даже можно поменять какую-то иконку. То есть выбрать из представленных шрифтовых иконок. Здесь есть даже поиск по-английски. Написать arrow. Это стрелка. И если вам такая не нравится, есть еще вот такие вариантики. Но давайте вот такая в кругу. Вот она в кругу есть. Но тогда здесь, наверное, я бы ей дал побольше размера. Ну вот как-то так. Да, стрелка была лучше, которая была до этого. Но ладно, это демо-сайт. Оставлю так. Дальше. Кнопки. Здесь настраиваются все кнопки, кроме магазина. Настройка цвета кнопок для магазина. В настройках магазина. Смотрите. Ну, здесь где кнопка? Пока только вот кнопка комментариев. Оставить комментарий я вижу. Скорее всего, для всего сайта меняется, кроме магазина. И вот зеленый, например. Ну, у меня красный цвет. Я выбрал вот. При наведении тут тоже можете поменять. Акцент 2. Например, чуть темнее. При наведении вот так меняет цвет. Ну, цвет текста на кнопках тоже меняется. Цвет текста при наведении. Размер шрифта. Толщина шрифта. Дальше. При образовании текста ничего. Заглавные все. Ну, не знаю. На кнопках можно так оставить? Нет? Тут уже, наверное, на вкус и цвет. Или по потребностям. Внутренний отступ тоже можно настроить здесь. И радиус я вот не люблю, когда слишком скругленный. Я бы оставил, наверное, вот так вот. И это будет не только для кнопки оставить комментарий, как я понял. Просто больше у меня пока на сайте кнопок здесь нет. Я думаю, это влияет на все кнопки, кроме магазина. Сохранить. Здесь мы с вами настройки главные все посмотрели. Назад. Дальше идут настройки шапки. Первая вкладка тип, вариант, фон. Вертикальная шапка доступна в Pro-версии. И, естественно, здесь у нас только горизонтальная. Прилипающая шапка. Так, давайте я перейду куда-нибудь, где можно прокручивать сайт. Здесь страница слишком короткая. У нас уже изначально есть некие эффекты и смена цвет. И уменьшение шапки, и залипание шапки. Все то, что мы с вами любим. Здесь есть прилипающая версия. Не прятать прилипающую. То, что сейчас у нас выбрано. И еще два варианта. То есть она прячется при прокрутке. Ее здесь не видно. Давайте посмотрим еще вот этот вариант. Видно всегда. И размер не меняет цвет. Первый вариант, конечно, мне больше нравится. Следующий вариант. Больше вариантов доступно в Pro. И тут что у нас есть? Одна линия логотипа на стороне. И одна линия меню по центру. Давайте посмотрим. Но это всего лишь перемещение меню. Нашего меню по центру. Дальше. Варианты цвета шапки. У нас стоит включить только для прилипающего. Или отключить. То есть получается. Вот цвет я, наверное, не хочу, чтобы меняло. Но хочу, чтобы залипало. И хочу, чтобы вот так вот уменьшалось. Видите, в размере такой эффект. Вот это я хочу оставить. То есть так можно сделать. Вот. И цвет фона, если что, можно поменять ниже. Вы видите. Но мы сейчас дойдем до этого. Ширина содержимого узкий. Вся ширина. Ну то есть контент внутри шапки растягивается. Наверное, так и сделаю. Цвет фона, если будет меняться. Вот меняется цвет на любой ползунком. Например, сделать какой-нибудь светло-красный. Ну да, я оставлю белый. Это просто я вам показываю, что все меняется. Цвет фона при наведении. А, даже при наведении мы можем с вами поменять цвет. Вот, меняется. Ну не знаю. Я оставлю без изменений. Дальше настройки. Нижняя граница отключена. Если включаем, появляется нижняя граница. Тень. Отключить. Можно включить. Вот тут видно. Смотрите. Отключаю тень. Цвет разделителей линии. Давайте, чтобы было видно. Вот видите, красная линия. Вот если я ее отключу, ее и нету. Чтобы вы понимали. Поэтому я включаю линию. Тень вроде как и так видно. Ну ладно, тень включить оставлю. Иконка соцсетей. Если включаем, здесь появляются те соцкнопки, которые вы помните, мы с вами ранее в подвале делали. При включении, если в шапке тоже вывозим их, те же самые, у нас появляются дополнительно ниже опции. Иконки соцсетей. Это просто цвет. То есть вы там вверху можете цвет поменять. Ну давайте. Мне там не нравится, что они разноцветные. Я хочу в шапке вот такими их видеть. И при наведении... Ну-ка, если белые, их, наверное, не будет совсем видно, да? Да, вот этот эффект не видно. Давайте полупрозрачный. Вот. Немножко меняет цвет. Пускай так и остается. Причем здесь, как я понимаю, нету новомодного конструктора. Верхнего и нижнего колонн-титула, как это есть в современных, скажем, темах. Ну я так понимаю, тему эту давно уже создавали. Мы уже настраиваем шапку, и тут нету, видите. Может быть позже дойдем до настроек. Но мы сейчас уже шапку настраиваем, конструктора здесь нет. Для мобилки здесь вот социалки вот так вот выстроены. То есть мы не можем их убрать отдельно, как я понимаю, для мобильных устройств. То есть здесь вот уже сейчас я вижу некие ограничения. Если для вас это не ограничение, то можно использовать. Ну или в Pro-версии этой темы, наверное, это будет доступно. Так, я здесь сохранюсь. Дальше. Логотип. У меня идет сейчас текст. Это на самом деле тайтл всего сайта. Я назвал сайт свой WordPress. У вас здесь тоже будет высвечиваться ваше название, название вашего магазина. Если логотип есть, то выбираем изображение. У меня уже оно подставляется, загруженное. Но здесь нужно что-то с размером. Вот здесь как раз таки можно играть размером. На КПК. Вот я сделал уменьшил размер. Максимально ширина на мобильных устройствах. Вот видите, оно какое здоровое. 34 у меня для компа. Я попробую сделать для планшета. Для мобилки уже подставляется нужного по сути размера. Причем смотрите, как перестраивается интересно. Как бы смотрится нормально. Вот так вот социальные кнопки. В принципе, на мое усмотрение смотрится неплохо. Ну и дальше другие моменты. Высота, там прозрачность. Прозрачность при наведении. То есть у нас есть прозрачность некая даже при наведении мыши на логотип. Внутренние отступы для ПК, внутренние отступы на мобилке. Это все можно задать. Назад. Главное меню. Во-первых, мы можем просто отключить здесь меню. Ну то есть хедер остается, а меню у нас с вами прячется. Если меню оставляем, ниже смотрите, есть эффект. Вот такой мы видим сразу его. Если вам он не нравится, его можно отключить. Видите, при наведении нет. Тут написано, что это работает только для меню первого уровня. И больше эффектов в Pro версии темы. Я эффект оставлю. Мобильное меню. Закрыть меню после нажатия. Отключить, включить. Ну тут надо смотреть, как вам больше нравится. Разрешить мобильное меню. Это интересно, давайте посмотрим. То есть получается, выводится компьютерная версия меню на мобильных устройствах. Ну не знаю, где-то может быть пригодится кому-то. Мобильное меню цвет фона. Давайте посмотрим. Нажимаю. Вот это и есть как раз тот самый цвет. Давайте еще раз. Вот. Ну тогда пункты меню. Если так темно будет. Размер воперошрифта можно изменить. Цвет с ссылком. Надо делать белый. Чтобы их было хорошо видно. Вот так. Ну и вот этот ужасный. Ворвиглазно синий. Он мне вообще не нравится. Вот. И для компьютерной тоже. Да, ну тут цвет текста тогда у нас здесь, видите, тоже он влияет. Здесь надо что-то как-то найти золотую середину. А то менюшка-то не видно. Вот теперь их сейчас видно. Дальше толщина шрифта. Преобразование текста. Ничего. Заглавные все. Вот вы видите. Ну меню можно в принципе такое оставить. Под меню. Цвет. У нас есть под меню. Цвет мега меню. Да, кстати, в этой теме есть мега меню. Мы с вами обязательно тоже его коснемся. В бесплатной теме есть реальная возможность сделать мега меню. Цвет разделителя мега меню. Под меню мега меню. Открыть, закрыть иконка. Включить, отключить. И иконка здесь вот. Ну опять же, мега меню у меня пока не выбрано. Под меню мега меню. Под меню цвет. Но у меня красный акцент. Давайте я вот здесь сделаю. Размер. Под меню мега меню толщина шрифта. Под меню мега меню преобразование текста. Тоже заглавный или не заглавный. Давайте теперь, раз мы тут дошли до мега меню. Сейчас посмотрим. Я перейду в меню. То есть когда мы с вами тему установили. Вот наше обычное меню WordPress. Но теперь, скажем, раскроем магазин. Появляются дополнительные опции внутри меню. Во-первых, значок для меню. Можем здесь поставить любой. Установить этот элемент как обычный текст. Не будет ссылкой. То есть сам магазин. Ну надо, чтобы была ссылка у меня. Я не буду ставить. Настройки мега меню. Включить мега меню. Здесь мы его включаем. Дальше у нас появляется возможность число столбцов выбрать. Но пускай будет три. Сохранюсь. Далее, те подпункты меню, которые для мега меню здесь тоже появляются. Возможность добавления иконки я добавил. Поле для ввода HTML. Возможно какой-то шорткод. Текст. Вот для других. Вот здесь иконка у меня не задана. И здесь тоже акция. Тоже добавление иконки. Давайте я сохранюсь. Вот появляется иконка напротив магазина. По стрелке. Видите? В три колонки. Три пункта меню добавляются. То есть это уже начало мега меню по сути. Так вот эти настройки как раз таки для мега меню, которые мы только что с вами смотрели. Например, цвет. Смотрим. Видите? Они стали красные. Вот. Теперь вы понимаете, да? Все эти настройки. Так. С вами движемся дальше. Прилипающая шапка. Давайте посмотрим. Ну, наверное, вот мы до этого момента дошли. Так, я перейду в магазин. Вот это меня смущало. Что-то здесь с логотипом. То есть мне можно даже сюда его не загружать. У меня уже он загружен. Где-то, не знаю, в WordPress что ли. А так вы, по идее, его здесь логотип загружаете свой. Смотрите. Вот он размер 200. Понятно теперь, почему такой здоровый. То есть получается при прокрутке логотип, и чтобы шапка уменьшалась, вот этот эффект, чтобы был, логотип тогда надо делать еще меньше. Например, там у меня 34, здесь у меня 20. И получается вот эффект. Вот так вот он выглядел при прокрутке. Логотип уменьшился. Причем логотип-то здесь вот может быть более полный. Например, с текстом логотип. А вот здесь вот уменьшенная копия логотипа. Только иконка логотипа без текста. Вот это будет тогда круто. И также логотип, не забудьте, надо будет убавить на мобильных. Устройствах тоже. И вот смотрится уже поинтереснее. Также отступы. Цвета. Тень. Все это уже можно настроить в полупрозрачный. Это у нас именно эта шапка, когда при прокрутке. Движемся с вами дальше. Значки инструментов. Главные настройки. Тут уже пошли цвета. Общий цвет. Выбираем акцент для всех значков. Там корзина. Вот поиск у меня есть, например. При наведении синее. Вот это тоже акцент я меняю на более темно-красный. Вот она при наведении. Дальше поиск отключить. Если не надо, видно иконка прячется, если не используем. Дальше у нас вот здесь вот кнопка дополнительная. Текст на кнопке меняем здесь. Видите, написано кнопка. И ссылку вешаем на нее здесь. Если кнопка не нужна, просто текст удаляем. И кнопка выводиться здесь не будет. И кнопку открывать где? В новой вкладке. Включить. Кнопка инструментов размер шрифта. Ну тут нормальный размер. Жирность. Кнопка цвет фона. Такой серый. Ну давайте посмотрим. Да, если она у нас такого цвета, тогда вот эта рамка. Давайте оставим рамку, а заливку сделаем белой. Вот. Цвет границы. Вот эта граница, а вот эта у нас получается чуть темнее при наведении. Вот так вот оставляем. А вот как раз эту кнопку на мобилке, если вам она не нужна, потому что она тут прям, ну не знаю, ее можно отключить здесь. Вот. И тогда у нас компактно становится шапочка. Надо еще придумать, да, что туда назначить. Еще у нас корзина не выводится. Я так полагаю, когда мы найдем, дойдем до настройка вукомерса, наверное, там корзина будет, потому что здесь пока корзины нет. Не забудьте, да, у нас еще место под корзину. Так, здесь мы это с вами настроили, настройки шапки. Выходим из этих настроек. Дальше идут настройки блога. И первое, фон. Чтобы видеть настройки, естественно, блок у вас должен быть. У меня демо-блог есть. Вот сюда я перейду. Значит, фон. Вот, уже меняется. Изображение, понятно, можно загрузить. Растягивать и цвет фона, если это просто цвет. Посмотрим. Вот сзади фон за блогом вот такой. Я здесь ничего не использую. Дальше. Список сообщений. Опция прятать содержимое под шапку. У нас вот этот блок с картинкой, где слово блок, оно будет прям под шапкой. То есть шапка на нее внахлест идет. Если надо, чтобы, грубо говоря, стык в стык, то выключаем. Вот эта полоса, она становится больше. Расположение содержимого, полная ширина, фиксированное содержимое. То есть это у нас с вами именно контентная часть, где анонсы выводятся. Вот вся ширина. По центру фиксированная ширина. Слева фиксированная ширина. Видите, весь контент выстраивается вместе с сайт баром. Вот полная ширина плюс отступ. Ну вот так вот, наверное, оставлю. Текст записи, верхний и нижний отступ. Здесь оба включены. То есть получается у нас наши записи прилипают вот к этому блоку шапки. И снизу тоже прилипает к подвалу. Здесь уже надо только сверху, только снизу. Вот отлипает сейчас. Но снизу прилипает. А, но снизу тоже отлипает, да? Оба включены. Боковая панель. Слева, справа. То есть вот сайт бар будет слева. Или выключить. Далее вид записи по центру. Горизонтально. То есть вот такое вот отображение записи. Давайте посмотрим вертикально с отступами. Вертикально без отступов. Ну то есть вот так лучше не оставлять. У нас текст прилипает получается. Давайте по центру оставим. Дальше. Как размещать элементы? У нас стоит плитка. И есть вот такой еще вариант. С некими вот такими будет. Видите, в зависимости от анонсов. Да, вот так. Оставлю так. Дальше. Колонки, плитка. Можете поиграться именно сколько будет в ряду. У вас отображаться. Максимальная ширина плиточного расположения. Отступ плитки. Дальше. Ленивая загрузка включена. Да, это чтобы плавно появлялись. Рекомендуется оставлять. Ленивая загрузка. Тип. Нажатие кнопки при прокрутке. Давайте оставим при прокрутке. Показать ссылку, читать дальше. Включить, отключить. Ну это у нас вот есть, да. Перейти в полную запись. То есть если отключаем, то кнопки нет. Но человек сможет перейти внутрь, кликнув по изображению или по заголовку. Тип отрывка записи. Автоматический, ручной. То есть когда вы ставите Redmo внутри при создании записи. Ну оставим автоматический. Количество слов для обрезки. Да, то есть у меня много. Слишком длинные получаются анонсы. Давайте я сделаю поменьше. Отображать медиафайл записи. Включено, отключено. Получается выводится без вступительного изображения. Я конечно это оставляю с изображением. Отображение видео в записи включено. Итак, смотрите, что получается на сайте. Если видео хотите использовать вот так вот в анонсе карточки записи, как я сейчас вставил вот здесь. Их будет много. Видео, чтобы сайт не тормозил. Мы включаем здесь отображение видео. Включить. И как теперь сюда видео добавляется? То есть отсюда прямо я могу проигрывать видео. В анонсе. У нас добавляется дополнительная опция темы Rive при создании записи. Смотрите, вот внизу вот такой вот блок. Давайте их сразу рассмотрим. Список сообщений. Альтернативная ссылка. Здесь может быть размер. Дальше. Рекомендуемый медиафайл. Вот здесь вот как раз таки видите. Я вставил видео. У вас может быть изображение. Изображение записи даже с параллакс эффектом включить. Если включаем параллакс высоту, можно управлять дальше слайдер изображения и видео. И видео можно загрузить медиафайл прямо в видеофайл, прямо на сайт. Или вставить ссылку в Vimeo или YouTube. Вот сейчас я ее вставил и как раз таки вы увидели вот этот результат. Дальше. Вертикальный колонн титул. То, что мы с вами проходили. Здесь можно для данной статьи общие настройки, как сейчас у нас создается. Да, скрыть содержимое. Да, скрыть содержимое. Добавить верхний отступ. Выключить. Вот такие дополнительные опции. Можете здесь поиграться. Дальше. Заголовок. Из общих настроек тянутся настройки. Использовать пользовательский. Тогда можно настроить более тонко именно эту запись. Или отключить. И фон страницы. Общие настройки. Либо если используете, то сюда можно загрузить фоновое изображение. Вот такие дополнительные опции. Возвращаемся в настройки. Дальше, где мы с вами остановились. С видео мы тут с вами уже поняли. Отображать ли информацию о записи. Вот она, дата публикации и так далее. Обновлено. Когда тоже показывать да или нет. Я выставлю отключить. Информацию о записи автора. Показывать или нет. Я скрою. Информацию о записи количества комментариев. Ну тут уже на ваше усмотрение. Информация о записи рубрика скрыть или нет. И метки скрыть или нет. Все. Здесь понятно. Настройки посмотрели. Список сообщений. Дальше список сообщений. Заголовок. Включить, отключить. Если отключаем. Именно для блога. Самая верхняя вот эта плашка. Где заголовок. Видите? Сейчас нет ее. Включаем. Обратно. Вот она появляется. Вот эта вот вещь. Вариант. Классика в сторону. То есть в сторону перевод. На самом деле по левому краю. Или по центру. Дальше ширина полная. Фиксированная. То есть получается при прокрутке некий параллакс эффект появляется. Там картинка как бы залипает. Ширина полная фиксированная. Дальше фоновое изображение. Мы же видим там какое-то есть некое изображение. Можем либо удалить. И получается залить его цветом. Либо загрузить свое изображение. Цвет ниже заливается. То есть вот здесь вот. Вот у нас. Видите блок как красится. Ну пускай будет серый цвет. Как бы было. Дальше как растягивать изображение. Параллакс ли эффект сделать. Параллакс тип. Это надо уже смотреть. Если кто не знает что такое параллакс. Нужно смотреть этот эффект. Это достаточно симпатично смотрится. Заголовок. Видите. Блок. Ну светлый. То есть на белом. Вот так скажем. На сером белом. И если мы сохраним. И пойдем на сайт. Да. С картинкой наверное смотрится эффектней. Посмотрим. Видите. Это мы настраиваем только блок. Чтобы вы понимали. Только страницу блога. Меняется вот эта верхняя часть. Дальше другие элементы цвета текста. Внутренний и нижний отступ. Ну вот я бы сделал ее поменьше. Верхнюю полосу. И хлебные крошки. Включить. Или нет. Для блога я бы рекомендовал включить. Да. Но тут с хлебными крошками пока мне не ведомо. То есть что тут есть ли. В самой теме нет ли. Вот я включил. Но мы их не видим. Возможно ниже будут опции. Здесь мы с вами посмотрели. Следующая опция. Одиночная запись. Это у нас блок. Здесь чтобы видеть эти настройки. Нам нужно провалиться в какую-нибудь запись. Давайте я зайду внутрь статьи. Ну статьей так не назовешь. Тут ничего нет практически. Здесь смотрим. Похожи опции. Прятать содержимое под шапку. Давайте посмотрим. У нас есть момент, что здесь выключено. Да. Скрыть содержимое. Давайте посмотрим визуально. То есть вот эта область с нашей картинкой, которая используется у нас как главное изображение статьи. Оно как бы идет под шапку. Есть еще вот такой вариант. И я оставляю выключить. Следующая опция. Расположение содержимого. Давайте посмотрим. Есть несколько вариантов. Наше содержимое контента. У меня здесь кроме фотографии текста нет. Но все равно видно, как все меняется. Удивительно, что здесь даже есть опция. Блок расположить, видите, либо по левому, либо по правому краю. И это только внутри записи будет работать. То есть настройки достаточно интересные. Боковая панель у нас выключена. Можно ее включить. Чтобы увидеть боковую панель, вот, например, в статье, я вывел виджет в статьи популярные. Вы не увидите ее, если у вас в виджетах пустая область. То есть боковая панель записи. Вот это у вас будет пусто. Любой виджет сюда надо разместить, чтобы увидеть работу виджетов. Сайтбара, то есть, вот. И, соответственно, уже отсюда выше опция. Как раз таки будет максимально интересно настроить. Вот, чтобы разделение было сайтбара от статьи. И также справа, слева. Но я внутри статьи виджеты, например, не любитель выводить. Дальше отключение изображения основного, которое вы подгружаете к анонсам. Вот сейчас вы видите, оно исчезает внутри записи. И любые здесь моменты, слайды, видео, то, что будет использоваться, будет скрываться. Информацию об авторе можно скрыть. Информацию о записи отключить. То, что у нас будет здесь выводиться, да. Информацию о записи автора тоже можно скрыть. Например, вот, видите, выводится только заголовок. Никакой больше информации не выводится. Также можно включить-выключить количество комментариев, рубрики, отключить метки, навигация по записи. Это у нас ссылка на следующие предыдущие. Вот здесь это отображается. Но это полезно, и надо это, конечно, оставлять. Но я вам покажу просто работу данного момента. То есть это все можно скрыть. Здесь настройки закончены. Идем, одиночная запись с заголовок. Можно маком вот так вот все отключить. Опции все прячутся. Я сейчас нахожусь внутри записи. То есть здесь будет контент, текст, картинка, возможность комментирования. Но не будет заголовка и первого изображения. Включая обратно, вот это все назад возвращается. Позиция заголовка, если мы его оставляем внутри содержимого, можно сделать. То есть получается вот это анонсное видео у меня. Вот этот заголовок теперь здесь. Если так оставляем, то есть цвет наложения. Будет размещен над изображением, если используется. Но у меня здесь видео. Давайте попробуем зайти в другую запись и посмотреть, сработает ли это здесь. Здесь, честно говоря, непонятно вот этот вот цвет наложения. Я его здесь не вижу. Если мы оставляем как было, а вот сейчас это видно, я понял. Красный цвет, он у нас вот внизу, применяется здесь. Если выбираем по умолчанию, возвращается картинка. Вот сейчас это было видно. Также отображение по левому краю заголовка, либо по центру. Ширина у нас сейчас полная, можно сделать фиксированная. Давайте посмотрим. Фоновое изображение удалить, изменить. И дальше, если фоновое изображение мы используем, как растягивать фоновое изображение. То есть здесь можно загрузить еще фоновое изображение. И параллакс придать этому изображению ниже, либо его отключить. И даже параллакс тип. То есть как это будет работать? Все же давайте в одном примере покажу вам работу параллакса. Это параллакс именно для картинки первого изображения записи, которое здесь отображается. По поводу цвета наложения, смотрите, у нас было красный. Помните, мы вот так смотрели. Закрывало, заливало. Просто вот здесь вот можно сделать прозрачность. И тогда будет как бы overlay эффект. Давайте сделаем вот так. Картинку видно, и красную вот это видно наложение. Потом, чтобы посмотреть параллакс, чтобы очевидно было видно, вот я выбрал этот вариант. Это движение картинки. В каком направлении. И скорость параллакса. Это можно увидеть, медленно прокручивая заползунок. То есть получается изображение, видите, крутится наверх быстрее сайта. Это и есть параллакс эффект. Если это сейчас вам видно, сайт, сам сайт прокручивается медленнее. То есть картинка быстрее уходит наверх. И вот как раз это положение можно выбрать, куда оно будет крутиться для всех записей. Вот если нравится такое, можно настроить. Дальше цвет текста тоже можно посмотреть. Это в зависимости от того, что вы будете использовать. Какое наложение какого цвета, чтобы вот этот текст читался, основной заголовок записи хорошо. Другие элементы цвета, внутренний и нижний отступ, тоже можете поиграться, посмотреть и детально настроить. То есть сделать вот, например, картинку, чтобы она вмещалась. И вот тогда параллакс эффект тут виден, конечно, больше. Итак, настройки здесь мы с вами прошли. Здесь тоже закончили. Нажимаю назад. Самое интересное, к чему мы подошли. Следующая вкладка настройки магазина WooCommerce. Переходим сюда. Чтобы нам посмотреть настройки, естественно, нам здесь тоже нужно перейти в список товаров. У меня называется это магазин. Он у меня сейчас вообще никак не настроен. Произвольный фон у нас отключен. Можно включить. Давайте сразу посмотрим, что за произвольный фон. Его сейчас не видно, но на самом деле вот он тут. Вот он, видите, вон он за товарами. Он за товарами. Но мы что-то подобное для всего сайта вроде как смотрели. Здесь, я думаю, понятно. Я фон использовать не буду. Список товаров. Вот здесь вот понятно написано, как работать с поиском. У нас настройка поиска. Отключить стоит или включить. Исходя из этого описания, как работает поиск, как он будет искать, вы здесь настраиваете. Также настройка. Давайте здесь я подробно останавливаться не буду. Это просто будет уже глупо, потому что вы уже поняли. Мы только что несколько раз уже смотрели. Аналогичная опция для магазина. Вот для этой области, да, под шапку, над шапкой и так далее. Расположение тоже. Боковая панель справа, слева. Мы сейчас боковую панель, помните, мы не увидим. Пока у вас нету виджета соответствующего. Боковая панель магазина. Что-то здесь разместите. Я разместил фильтр по цене. И тогда вы увидите. В магазине обычно здесь что-то такое выкладывают. И ниже можно расположить другие интересные подобные вещи. Также решаете справа или выключить. Архив товаров. Текст как наложение. Текст под фото. У нас изначально текст под фото. Давайте. Это уже такие визуальные моменты пошли интересные. Кнопочка в корзину появляется. И такое темное затемнение. Видно здесь и цену, и рейтинг, и категорию Sony. Видно вот здесь. И сам заголовок. То есть на ваше усмотрение. Давайте я пока так и оставлю. Дальше показать второе изображение товаров. Отключено. Посмотрим как с включенным. То есть тут сильно затемняется. Это надо будет смотреть где у нас настраивается. По идее там подгружается второе изображение. Вот это черное затемнение. Оно слишком темное сейчас. Дальше как размещать элементы. В строках стоит плитка. Можно посмотреть. У нас есть еще один вариант. Дальше колонки плиток. Вот у меня выводится три. Давайте посмотрим как будет два. То есть вот так вот. Но это просто сколько в ряду товаров. Элементов также на страницу выбираете. Потом появляется. У нас постраничной навигации не будет. У нас там Infinity Scroll появляется прокрутка. Отступ плиток можно задать. Давайте посмотрим. Да. Чтобы немножко товары друг от друга вот так вот отсоединялись. Я сделал между ними 12... 13 пикселей отступа. Ленивая загрузка включить, отключить. Да, ленивую загрузку лучше оставлять. Это на производительность хорошо влияет. Ленивая загрузка тип. При прокрутке. Это вот как раз товары появляются. Или нажмите кнопку. Ну, вот этот вариант мне, наверное, больше понравится. Смотрите, что происходит. Когда здесь заканчивается 12 товаров. И по идее идет по странице навигации. Страничка 2, страничка 3. А у нас вместо этого будет вот так вот загрузить. И еще нажимаем. И подгружаются еще товары. Ну, вот это крутая реально штука. Мне это нравится. Так и оставлю. Здесь настройки мы с вами посмотрели. Нажимаем назад. Список товаров с заголовок. Тоже похожие опции, как и только что смотрели блок с вами. Можно отключить. Прячется верхняя вся вот эта вот шапка. С картинкой, с заголовком. Если оставляем, то же выравнивание вот этого текста классика слева. Оставляем по центру. Ширина полная. Фиксированная. Оставляем полная. Дальше фоновое изображение. У нас там вот этот город, да. Его можно либо заменить, либо удалить. Давайте я поставлю свое изображение. Вот вы видите, сзади у нас свое изображение. Как растягивать фон, так же решайте. Также параллакс для этого фона. Вы уже знаете, как здесь это все настраивается. Вот цвет наложения я сделаю красный. В стиль, в дизайн. Вот так вот, да. Своего сайта. Также заголовок, цвет. Другие элементы. И хлебные крошки включить, отключить. Ну, с хлебными крошками, как я уже говорил, пока непонятно здесь, откуда они будут идти, потому что я их тут не видел. Но здесь в магазине я бы их не включал. Но пока у нас нигде не выводится. Если будете использовать плагин UAS SEO, то крошки оттуда, конечно, будете просто использовать и все. Или любой другой мощный плагин по SEO-оптимизации. Я думаю, у них у всех есть эти хлебные крошки. Смотрите, здесь мы с вами посмотрели настройки. Назад. Единичный товар опции. Единичный товар, это значит, мы провалимся в карточку товара и настраиваем здесь. Прятать содержимое под шапку, это понятно. Дальше расположение содержимого тоже решаете. Видите, вот, например, в таком вот блоке она будет у вас. Полная ширина тут решаете. Просто надо поиграться с настройками, как вам больше будет нравиться. Боковая панель выводить, да, нет. Это для сайтбара. Тоже вы уже знаете, что с этим делать. Миниатюра темы включить, отключить. То есть получается, если отключаем, миниатюры у нас снизу показываются. Если включаем, они у нас вот как-то здесь сбоку. Но, честно говоря, не очень красиво, они тут так смотрятся. Похожие товары внизу. Такое, конечно, лучше оставлять, но вы можете тоже это отключить. Вот видите, внизу похожие товары не появляются. Дальше. Единичный товар заголовок. Отключаем. Получается, вообще прячется основной заголовок товара. Не знаю, где это может пригодиться, чтобы их прятать. И позиция заголовка перед содержимым. То есть получается, у нас будет вот здесь вот появляться, да. Варианты тоже слева по центру. Фоновое изображение туда можно загрузить. Как растягивать, параллакс включить, цвет, хлебные крошки. У нас стоит включить, но мы хлебную крошку пока здесь не видим. Я, конечно, оставляю вот так. Заголовок. Здесь мы посмотрели другие страницы магазина. Здесь нам сказано, что это настройка действия для страницы оформления заказа, получения заказа, страницы учетной записи. Вот у меня здесь есть пункты меню. Мой аккаунт выведен. Я перехожу. Несколько иначе, конечно, выглядит, чем мы привыкли уже в современных темах видеть. Такие страницы, именно дизайн я имею в виду. И для этих страниц прятать содержимое под шапку. То есть у нас тоже здесь есть вот эта картинка. И тоже вот она может прятаться. И расположение содержимого тоже здесь можете решать. У нас вот есть некая настройка здесь. Вот, например, видите, как колонкой она выглядит. И для вот таких страниц это тоже здесь настраивается. Другие страницы магазина заголовок. Давайте попробуем отключить. То есть как раз таки настройка для корзины, оформления заказа. Для этих страниц вот именно верхнюю шапку тоже можно настроить. Смотрите, ниже я подробно не останавливаюсь. Все идентично абсолютно. Можно здесь настроить. Если, например, верхушку сделать поменьше, вот так вот. Вот можно сделать ее меньше, да. Вы это уже знаете, как настроить. Всплывающая корзина. Тут мы как раз добрались до корзины, которая как раз таки у нас не выводится. Нам тут сказано, что нам нужно делать. Переходим в виджеты. У нас здесь есть область виджета, боковая панель корзины. То есть для магазина обязательно надо здесь решить вопрос. Иначе у нас кнопка корзины не выводится. Нам говорят, что нужно найти виджет корзины. Давайте посмотрим. Вот есть у нас некая корзина. Раскрываем список. Вот боковая панель корзины. Выбираю добавить, чтобы сюда у меня добавилось это. И единственная опция прятать корзину, если она пустая. Не знаю. Оставим пока как есть. Возвращаемся в настройки, где мы с вами остановились. Действительно у нас корзина, вот значок рядом с поиском выводится. Действительно работает. У меня в корзине есть один товар. И кнопки посмотреть корзину, оформить заказ. Цвет. Давайте посмотрим, где будет цвет фона. То есть это вот заливка вот этой части. Всплывающая корзина я оставлю по умолчанию. Размер шрифта. Но настройки здесь немного. И цвет виджета на темном. Или на светлом. Посмотреть корзину. Посмотрим. Вот она. Так у нас выглядит здесь. На этой теме. Оформить заказ. Мы это с вами уже видели. Так, здесь мы с вами посмотрели. Давайте сразу я посмотрю, как это выглядит. Ну, на планшете это ладно. А вот на... На мобилке, честно говоря, здесь это так себе. Опять же, здесь, смотрите, есть некая ситуация. Может, я не увидел. Но здесь очень сильно не хватает скрытия социальных кнопок на мобилке. Например, здесь не выводить. И здесь не хватает именно конструктора шапки. Вот по чесноку скажу. То есть, скажем, этот шаблон, видимо, очень давно делали. Немножко по-другому делали. Когда вот эти еще были, скажем, конструкторы шапок, еще не научились делать к тому времени. Потому что социальные кнопки, например, как вы видели из моих предыдущих обзоров. Например, Cadence или Astro тема. Социальные кнопки можно было бы на верхний ряд вытащить на мобилке. И все четко настроить под разные девайсы. Здесь, здесь, я пока не вижу, как это можно сделать. Только отключить на всех устройствах, если соцкнопки. Видите, что получается уже? Немножко кашка здесь такая. И это очень, как бы не очень хорошо на самом деле. Дальше. Кнопки. Но опять же, нехорошо, если вы соцкнопки хотите выводить. Если их мы не выводим, это уж прям совсем узкий экран. На других смартфонов побольше экрана. Оно нормально, наверное, будет смотреться. То есть, мы сейчас еще не все настройки посмотрели. Мы с вами дойдем. Но у меня есть предчувствие, что уже этот момент мы не настроим. Если только отказаться от кнопок социальных в шапке. Если действительно вам там не нужны, а нужны только в подвале. То есть, шапку здесь лучше не нагромождать. Дальше. Кнопки. Вот как раз таки у нас есть тут кнопки. Они у нас черные. А у меня акцент красный. Посмотрим, как это влияет здесь. Вот, действительно работает. Они стали красные. Здесь тоже надо акцент у меня поменять. Они немножко темнее. Ну и дальше по цветам здесь понятно. Пройдетесь. Дальше. Здесь мы с вами посмотрели. Следующее. Настройки страницы. Первая. Одиночная страница. То есть, получается для всех страниц, простых страниц WordPress. Вот у нас есть, например, некая страница. Комментарии. Отключаем. Формы комментариев показываться не будет. Вот отключить, значит, включить комментарии вот для всех одиночных страниц. Также шапку вот эту прятать под эту плаху с картинкой под шапку, скажем так, да. Расположение тоже страниц. Тоже решаете. Здесь уже подробно не останавливаюсь. Думаю, вам здесь будет все понятно. Вот у меня боковая панель тут не задана. Тоже боковая панель слева, справа для сайтбара. Произвольный фон отключить. Если включаем. Вон, видите, сзади за контентом у нас все черное. Загружаете изображение. Выбираете, как оно будет располагаться. И вот это у нас получается overlay. Вы можете настроить наложение на изображение. Такой красноватый цвет в моем случае. То есть вы решаете. Я это использовать не буду. Движемся дальше. Одиночная страница. Заголовок. Здесь все то же самое. Подробно не останавливаемся. Видите, для всех страниц верхнюю плашку. Либо полностью скрываем, либо ее конкретно настраиваем. Идентичное действие. Думаю, здесь уже понимаете. Шаблон 404. То есть это ошибка 404, которая говорит нам, что страница не найдена. Такое у нас бывает. И здесь есть для темы Rive, значит, пользовательская страница настроек доступна только в Pro-версии. И только по умолчанию. Мы не можем здесь никакой настроить. По умолчанию. Но я хочу изменить фоновое изображение. Можно настроить немножечко такую страницу на 404. Да, ошибка. Шаблон, защищенный паролем страницы. Тоже некая опция для Pro-версии данной темы. И фоновое изображение тоже можно настроить. Дальше. Настройки работ. Мы настройки с вами эти не сможем наглядно посмотреть, пока мы с вами... У нас же здесь, видите, появляется некая работа, такая в консоли дополнительная вкладка. Мы должны сначала здесь добавить... Здесь можно добавить рубрики, добавить все эти работы, создать страницу с этими работами. И потом уже посмотреть вот эти настройки. Я и предлагаю вам сначала сделать эти работы, создать потом по порядку, да, все, что было у нас правильно. Иначе мы просто не поймем, как это будет влиять на эти работы. Поэтому пока что пропускаем. Настройки альбомов тоже пропускаем, потому что это тоже... У нас здесь вот есть альбомы, которые сначала надо создать. Разное. Давайте я озвучу, что здесь за настройки разные. Есть вот такой вот момент. Иконки соцсетей, цвет. То есть это, я так понимаю, глобально мы можем здесь настроить все иконки. И цвет иконок при наведении. Дальше. Image Resize. То есть здесь мы влияем на качество изображения. Используйте это, чтобы изменить качество изображений по всей теме. 100% максимальное качество. То есть вы можете даже на стороне шаблона, загружая картинки неоптимизированные, выставить здесь качество картинки. Но смотрите, я все-таки рекомендую, наверное, либо заранее картинки делать, либо использовать плагин, который перегоняет, конвертирует автоматически все ваши JPEG и PNG изображения в современный формат VP изображения. Для того, чтобы улучшить скорость сайта. И если вы такой плагин будете использовать, то здесь, наверное, лучше качество поставить 100, а иначе оно и здесь будет еще ужиматься, урезаться. Но я не знаю, будет ли влиять это на VP изображение. Скорее всего, не будет. Все-таки здесь не сказано, на какие изображения это будет влиять. У меня здесь используется плагин. Таких плагинов, на самом деле, разных много. Любой плагин можете взять, посмотреть, как он работает. У меня используется, вот он, VP Converter for Media. Вот такой плагин я включил, настроил, и картинки, по идее, загруженные на сайт, и которые уже загружены, и которые я загружаю, они у меня все перегоняются в VP. Поэтому в моем случае я бы вот здесь, на всякий случай, выставил 100 качества. Потому что там у меня качество тоже ужимается, и еще здесь будет ужиматься, будет пиксель. Картинки будут убитые, скажем так. Дальше. Якоря. Отображать привязки в адресной строке. Если этот параметр отключен, якоря не будут отображаться в адресной строке. И пример ссылки идет. Это просто визуально. Если вам надо, чтобы не отображалось, отключаем. Дальше. Прокрутка до расположения якоря. Если этот параметр включен, то будет прокрутка до расположения якоря после нажатия на той же странице. Однако это может конфликтовать с плагинами, использующие тот же механизм. И страница может прокручиваться странным образом. В этом случае отключите эту функцию. Ну, я отключу. Я что-то тоже вижу, как будто бы немножко что-то дергается. Когда я нажимаю... Ну, я по сути вот сюда нажимаю. Вот. Давайте так оставим. Эффект письма. Здесь есть некий момент. Такой вот что-то не встречал я на других темах. Эффект письма на мобильных устройствах. Ну, почитайте. Эффект прыгающий. Отключить. Можно этот эффект убрать, если есть такой эффект у вас. Эффект письма. Скорость набора текста. Скорость в миллисекундах. Сколько миллисекунд должно пройти между печатью каждого символа? Чем больше значений, тем медленнее печать. Не знаю. Нет такой практики. Не буду трогать эту опцию. С мобильного устройства надо пробовать печатать, я не знаю, комментарий что ли на сайте, чтобы это проверить. В общем, здесь пока вопросы-вопросы. Здесь мы с вами посмотрели. Дальше. Ну, пользовательские CSS. Понятно. Здесь можно прописать свой CSS класс. Дальше. Добавить пользовательские боковые панели. Здесь можно, как я понимаю, добавить новую боковую панель. Честно говоря, я такого еще не видел. Мы можем здесь, по сути, кастомные, добавить свои позиции для виджетов. Представили себе? Например, даже задам заголовок по-русски, посмотрим. Как только это сделаем, вы можете пройти в виджеты и увидеть новую плашечку, видите, для виджетов. И нам сразу скажется, где это будет отображаться, разместив тут виджет. Виджет с этой боковой панели будет отображаться на статических страницах. На WordPress, если делаете, представляете? Получается, вы можете сюда добавить еще и еще и еще дополнительных виджетов. Я такого еще ни разу не видел, чтобы это можно кастомизировать было. Вот так легко, по сути, из коробки. Единственное, что мы не можем выбрать хук, скажем так. То есть, где, чтобы мы могли сами так же и легко из коробки влиять, где будут отображаться виджеты. Потому что нам говорят, что будет тут конкретная позиция. Но тоже это крутая тема. Движемся дальше. Свойства сайта. Здесь глобальные опции, мы не останавливаемся. Настройка фавикона, заголовка и описание сайта. Это все стандартное. Все, что во всех шаблонах есть. Меню тоже, настройки меню тоже стандартная вкладка. Виджеты. Но это тоже стандартная вкладка. С виджетами лучше работать, удобней. По крайней мере, отсюда. Настройки главной страницы. Это тоже выбор, что будет за главную страницу, что будет за страницей блога. Это штатная тоже настройка абсолютно для всех тем WordPress. То есть, у нас есть настройки магазина WooCommerce. А тут есть еще, смотрите, WooCommerce. Это уже тоже штатные настройки под WooCommerce. Мы их рассматривать не будем. Они везде есть. Например, вы вот там наверху видите текста, что это демо-магазин или любой другой текст. Дальше каталог товаров. Тоже понятно, как показывать товары, выводить вместе с категориями и так далее. Изображение тоже. Именно размер изображения. Ну, кстати, здесь тоже можно... Это полезные опции. Просто я бегло пробегаюсь, так как это штатные настройки. Это влияет как раз на эти наши миниатюры. Оформление заказа. Это для страницы оформления заказа. Решайте, какие поля скрывать. Да, нельзя скрыть те, которые нам реально необходимо скрыть, но какие-то штатно мы можем здесь скрывать. Дальше дополнительные стили. Ну, это вкладка уже CSS штатная, которая идет в самом... Для всех она идет тем WordPress. То получается, здесь немножко недоработки. У нас же есть... Только что смотрели мы. Вот. Это от самой темы, а это, по сути, то же самое. Вот это им надо было проработать, потому что... То есть, вот это дополнительно не надо было, мне кажется, создавать. Достаточно вот этой штатной CSS. То есть, это дублирующая опция. Что это, что это. По всем абсолютно настройкам здесь пробежались. Разобрали, по сути, с вами тему. Но не все. И мы с вами сейчас начнем знакомиться с этими альбомами. Что за альбомы такие? На этой вкладке я останусь, так как мы сюда будем прибегать к настройкам альбомов. Посмотрим, что здесь есть. Я сейчас иду вот сюда, вот в консоль альбомы. Создадим альбом и посмотрим, как там на главный это все, где это можно выводить. Сначала создам категорию. Также создается, как любая другая рубрика. Например, назову демо, демо категория. Можете создать столько, сколько вам нужно. Дальше альбомы. И добавить новый первый альбом. Итак, смотрите. Сначала мы пишем заголовок для альбома. Ниже мы выбираем, что будет в альбоме. Здесь могут быть и видео, и изображения. Видите, выберите изображение и видео. Добавить видео с YouTube. Если нажимаем, интересно во всплывающем окне ссылка на видео. Миниатюра для видео. Метки можно добавить. Автовоспроизведение видео. Включить размер плитки. Заголовок описания. Вообще классно сделано. Это прямо в теме. Я такого, честно говоря, не видел. Так, у нас, мы как нажали сюда, посмотрели, у нас тут уже появляется такая штука. По крестику я это удалю. Давайте сначала посмотрим вот здесь вот. Выберите изображение. Давайте загрузим сюда несколько изображений с компьютера. Так, я выбрал несколько изображений с компьютера. Давайте сразу их загрузим. Изображения все загружены, все помечены галочкой. Нажимаю вставить. Вижу, как они размещаются. Что мы делаем дальше? Во-первых, при наведении на каждое изображение есть крестик удалить вдруг, если нужно удалить. Есть карандашик редактирования. Во-первых, к каждому изображению можно добавить метку, альтернативную ссылку. Но это надо смотреть, что за ссылка. Скорее всего, можно на сторонний сайт. Отсюда edit редактирования изображения произвести какой-то можно. Дальше открыть ссылку в новом вкладке. Это вот эта ссылка, если вставляем. Цвет фона. Есть некая палитра. Можно задать. И размер плитки. Это можно сделать для каждого изображения. Естественно, сюда прямо можно добавить и видео. Вы видите, у нас появляется вместе с картинками. Можно, смотрите, за верхнюю плашку зацепить, менять местами. Вот так вот. Картинки. Это мы с вами пока в режиме редактирования. Сейчас посмотрим всю красоту, как это будет выглядеть. Давайте видео я попробую вот сюда разместить второй картинкой. Давайте видео. Ссылка на видео я вставляю с YouTube на свой видеоролик. Миниатюры для видео лучше загружать. Я считаю, давайте посмотрим из библиотеки. Поставлю какую-нибудь такую для примера. Метки. Если надо задать автовоспроизведение, включим. Давайте посмотрим, как это будет. Размер плитки. Но это опять же надо смотреть, как это будет выглядеть. Используйте ползунок, чтобы установить нужное значение. Вы можете нажать на ручку ползунка, а затем использовать клавиши со стрелки. Но это просто пояснение. Заголовок описания не буду. Посмотрим, где это будет прописываться. Скорее всего, надо, наверное, все-таки записывать заголовок. Сейв нажму. Вот. Сразу миниатюру здесь видим под видео. Ниже у нас есть опции детали альбома. И разбитый по вкладкам дополнительный список альбомов. Но опять же, чтобы понимать, нам нужно вывести альбом и уже эти опции настраивать. Здесь есть возможность загрузить альтернативную ссылку под заголовок, размер плитки, цвет, исключить со страницы списка альбомов, включить-выключить. Дальше. Медиафал альбома. Порядок элементов. Показать название и описание элемента альбома. Показать медиа в плиткой или слайдер. И другие опции, что показывать, что не показывать. Дальше. Прятать содержимое под шапку. Тоже решаем. Следующая у нас последняя здесь информация об альбоме. Можно указать сайт. Пользовательская информация типа лейбл. Для примера я вставлю свой сайт. Лейбл. Демо поставим. Пользовательская информация еще лейбл. И тут разные такие лейблы можно поставить. Так, на этом этапе я нажму опубликовать. Теперь мы можем с вами вспомнить настройки главного страницы. Что мы будем здесь выводить. Отдельный альбом. Список альбомов. У нас только один альбом, поэтому мы можем поставить один альбом. Здесь теперь появился первый. Первый альбом, который я только что с вами сейчас создал. Давайте перейдем на главную. И уже посмотрим, как это на фронтальной части сайта выглядит. Итак. Вот он выглядит так. Форма комментариев есть. Конечно, здесь надо все настраивать. Вот они картинки. Вот наше видео. Вот демо лейбл, который пока никуда не ведет. Вот эта информация будет сбоку. Название. Сайт, вы помните, я добавлял. Демо сюда добавил. И смотрим, как работает. Есть элементы управления наверху. Стрелки. Видео. Тоже работает. И посмотрим сразу, как смотрится на имитации мобильного устройства. Кстати, здесь у меня вот с такой шириной экрана, обратите внимание, иконки соцсетей и иконки вот эти все смотрятся в принципе нормально. Никто никуда, скажем, не уезжает. Единственное, обрезается вот шапка здесь немножко. Вот она галерея. Она мобильно адаптивна. Вы это видите. Развернем экран. То есть перестраиваются блоки. На мобилке смотрится нормально. Вот таким образом. Я не думаю, что здесь мы будем прям детально останавливаться. Создаете галереи. Настраиваете. Помните, что это только один альбом. Название у него первое. Здесь неограниченно добавляйте столько альбомов, сколько вам нужно. Теперь возвращаемся в настройки темы Rive и настройки альбомов, которые мы не посмотрели. И вот сейчас только мы можем увидеть. Первое это фон. Произвольный фон. Можно включить, можно отключить. Я так понимаю, за нашими картинками есть некий фон. Он черный. Вы это можете видеть на примере красного цвета. Он видите сзади. То есть подложка. Подложка. И даже можно фоновое изображение сделать. Список альбомов. Здесь надо выбрать страницу. Здесь будут ваши представленные страницы, где выводить данный альбом. Точнее именно список альбомов. Ряд содержимое под шапку тоже включить-выключить. Это уже понятно для вас. Вид альбома. Заголовок над фотографией. Заголовок под фотографией. Здесь у нас мы заголовки не задали. Скорее всего мы, наверное, здесь с вами не увидим. Эти все названия, которые всплывают, это все можно редактировать. Видите, цифры. Эффект наведения. Здесь, кстати, прикольный должен быть. Да, эффекты почему-то у меня не работают. Никаких, я так понимаю, это эффект при наведении. Или этот эффект, который мы сейчас с вами не увидели. У нас открытая галерея. А если будет несколько галерей, то есть фотография будет спрятана как бы в папку. И вот эта сама папка с изображением, скорее всего, будет являться эффектом. Вот этим эффектом. Если хотите увидеть вот такой тоже эффект сдвиг, вообще другие эффекты. И, например, видите, текст не виден, а виден только при наведении. Опять же, текст, вот эта цифра, это все редактируется в самой фотке. Это все вы можете настроить вот в самой. Вот здесь, в самой галереи. Просто перейдете в медиафайл альбома. И вот здесь вот у вас есть опции. Вот эффект наведения. И внизу я выбрал скрыть заголовок. И видно, чтобы только при наведении показывалось. Вот, например, эффект. Тут есть рамка. Давайте тоже посмотрим. Обновлюсь. То есть вот такая вот некая рамочка есть. Это при наведении такие эффекты. И это еще и в лайтбоксе открывается. Лайтбокс, кстати, тоже можно отключить. И отключить на мобильных лайтбокс отдельно можно. Здесь все отдельно в каждой галерее можно настроить. То есть вот эти все ниже опции, это уже если надо вывести несколько альбомов, чтобы они прямо альбомами выводились. Потому что это список альбомов именно. Также список альбомов заголовок. Тоже тонкая настройка. Не думаю, что здесь стоит подробно останавливаться. Уже из этого опыта, который приобрели, конкретно под альбомы, здесь просто надо пробежаться по всем моментам и настроить. Отключить там фильтр по альбомам. Отдельный альбом можно настроить. Отдельный альбом. Вот как раз сейчас мы на отдельном альбоме. Видите, я отключил заголовок. Вот здесь заголовок первый скрылся. Вот смотрите. Вот эти вот моменты тоже можно здесь все скрывать. Рубрика. Отключить у меня рубрика демо. Навигация по альбомам. Навигация по рубрикам тоже. Можете решать. Отдельный альбом. Плитка. Показать слева. Показать справа. То есть вот эти вот места информации об альбоме. Видите, местами меняется. И другие параметры. Давайте с вами посмотрим еще один момент. Здесь у нас есть работы. Люди. Давайте посмотрим. Потому что для работы тоже есть отдельные рубрики. Настроек в данной теме Rive. Рубрика. Тоже создаем категорию. Дальше. Работы. Посмотрим, что это такое. Добавить. Также пишем какой-то заголовок. Тоже есть возможность выбрать, загрузить изображение. Добавить видео. Ниже опции. Альтернативная ссылка под заголовок. Размер плитки. Здесь все похоже. Как только что мы смотрели с вами галерею. Медиафайл тоже. Вы видите, можно здесь все настроить тонко. Я уже здесь подробно останавливаться не буду. Настраивайте поля. Заполняйте. Создаете также по принципу альбомы. И потом вы сможете здесь настройка работ тоже настроить. Просто, я думаю, здесь уже просто по аналогии будете действовать. Нет смысла, мне кажется, одно и то же повторять. Одно и то же тут по большому счету. И не забудьте, здесь у вас еще есть настройка люди. Здесь, как я понимаю, можно настроить некие отзывы. Заголовок, описание. Здесь немножко отличаются. Под заголовок. Видите, написано отзыв. Текст отзыва. Цвет наложения. Можно сделать. Наложение цвета текста. И здесь еще есть настройка соцсетей. Выставить соцсетей того человека, который... Ну, чей отзыв вы вставляете сюда. Также здесь создать группу людей. И также это вывести можно на сайт. Все. Думаю, здесь понятно. И сейчас мы с вами подошли, наверное, к самому интересному для многих. Как она взаимодействует с Elementor. И как быстро поставить шаблон, чтобы остался ток отредактировать. Давайте этим сейчас и займемся. В основном мы с вами пробежались по всем этим настройкам. Темы Rive. Думаю, у вас есть общее представление. То есть вот это сейчас мы к этому будем прибегать. Я вам предлагаю перейти в внешний вид. Переходим вот сюда. И импортируем бесплатный дизайн. Дизайн. Вот этот вариант я предлагаю. Заодно посмотрите, как это сразу происходит. Переходим выбрать и перейти к следующему шагу. Здесь внимание. Здесь вот у вас в идеале, как у меня, должно гореть зелеными галочками. А иначе могут произойти ошибки во время импорта. Эти настройки большинство настраиваются на стороне хостинга. Если у вас есть какие-то проблемы здесь с этим. Есть, во-первых, вопросики. Можете навести мышь. По-русски написано версия PHP. Установлено на сервере вашего хостинга. Стоит галочка. Должно быть все зелеными галочками. Частая проблема может быть максимальный размер запроса. Вот здесь вот стоять меньшее значение. А надо вот 64, чтобы было. Максимальный размер загрузки. Здесь, если вы не разбираетесь, нужно обратиться к хостинг-провайдеру вашему. В технический отдел. И сказать, что вот эти лимиты вам надо поднять. На рекомендуемые. Здесь будет указано рекомендуемые. Вот этот важный момент. Иначе вы экспортировать не сможете. Теперь второй важный момент. Вот здесь вот. Что мы будем импортировать, надо решать. Галочками отмечено, что будет загружено на сайт. Во-первых, могут загружаться и плагины, и меню. Все демонстрационный контент. Вот первая даже галочка. Смотрите. Удалить текущее содержимое. Чтобы результаты импорта были максимально приближены к исходной демонстрации версии. Импортируя должно быть удалено все текущее содержимое. То есть все ваши наработки. Видите. Если вы используете новую установку WordPress, то есть поставили чистый WordPress, не настраивали ни свои страницы, ни какие-то там текста на страницах, ни записи. Если вы используете новую установку WordPress и хотите получить наилучшие результаты импорта, вам следует установить эту опцию. Однако, если вы просто обновляете свой существующий сайт, следует держаться подальше от этой опции. То есть не зажимать галку. Ну, у меня это демо-сайт. Пускай будет частота импорта максимальная. Единственное, что вот импорт магазина. Давайте попробуем галку, я не буду ставить. А остальное все импортируется. Вот так. Следующее нажимаем. Вы собираетесь импортировать, нам показывает миниатюру того шаблона, который мы выбрали. И нажимаем начать импорт и окей. И нам нужно дождаться, когда скачается все и установится к нам на наш сайт. То есть, по сути, мы устанавливаем новый сайт с новым дизайном, с предустановленными всеми демо-данными. Видите, установка плагина Elementor идет. Он у меня не был установлен. Установка плагина дополнительного аддонов для Elementor. Вот тема Rive. Установка плагина VP Forms Lite. Это форма сбора заявок. Live AJAX Search. Плагин поиска на AJAX. Импорт содержимого. Это контент. Сейчас у нас идет. В общем, нужно дождаться окончания. Итак, через минуту у меня все установилось. И нам предлагают посмотреть ваш первый сайт. Давайте нажмем. На самом деле, можно было бы это просто на фронтальной части посмотреть. Нас перебрасывают. То есть, как действительно он был. Смотрите, заменилось меню. Уже не ваше меню. Под меню. Это все надо будет просто на русский либо переименовать, либо какие-то пункты удалить. Есть некий блок, который надо будет тоже вам редактировать или удалить. Есть поиск. То есть, вот он, как вы видели, демо-сайт. Он установился. И как его редактировать, мы сейчас с вами посмотрим тоже. Для новичков. Чтобы вы понимали. То есть, если вот мой сайт. Давайте посмотрим. Вот он как выглядел. Я обновлю просто главную страницу. Все. Все поменялось. Здесь смотрим. Админку тоже обновлю. Чтобы вам просто показать, что установилось. Посмотрим сначала с вами плагины. Чтобы вы понимали, что устанавливается. Это фреймворк. Понятно, он установился до этого. Это у меня было. Это у меня было. Установился Elementor. Как раз тот самый конструктор бесплатный. Установился Rife Elements. Дополнительный темплейт. Для Elementor. Поиск Iax плагина установился дополнительно. Это у меня был WP Converter. И WP Form Slide. То есть, форма заявок. Чтобы человек мог сайт вам написать. То есть, это надо здесь смотреть. Это, скорее всего, в контактах. На странице контакты будет выводиться. Да, вот она. Форма выводится. Соответственно, вы ищите страницу контакты. Чтобы ее редактировать. Там элементарно поменять текст на свой. То есть, вы проходите страницу. Смотрим дальше с вами. Вот все страницы. А вообще удалились все мои сами. И все установились. Я этого и хотел. Я так это и делал. Переменовывайте все на русские страницы. Например, не вопрос. Вот переходите, например, в контакты. Она сделана уже за счет Elementor. Там было написано слово Element. Видите, кнопка Elementor. Но тут надо уже немножко навыков иметь самого Elementor. Как им пользоваться. Если вы совсем этого не знаете, у меня бесплатные уроки на YouTube есть по поводу, как элементарно пользоваться. Вот заголовок меняете, например, контакты. Просто показываю на примере нескольких моментов, чтобы вы уже понимали, как это работает. Это мы поменяем только заголовок. Смотрите. Обновлю страницу. Обновлю фронтальную часть сайта. Чтобы вы понимали. Видите, по-русски написано уже. Все. Здесь понятно. Чтобы менять страницу, вам надо кликнуть на синюю кнопку, чтобы перейти в режим редактирования через конструктор Elementor данной страницы. Go it. Нажму на кнопку. Вот открылась данная страница. Вот данная форма. Здесь по карандашу вы переходите и видите, что здесь стоит шорткод от формы. То есть вам надо пройти в саму форму, чтобы ее поменять. То есть поля поменять возможными местами, поменять название полей на русский. И вообще проверить, чтобы она отправлялась. Там надо правильный свой email задать. То есть форма настраивается не здесь. Все остальное настраивается здесь. Тут вот идет текст информации. Видите, везде карандашики. Наводим мышь. Нажимаем информацию. Меняйте на свою. Вот, например, вверху заголовок. Нажимаем. Вот он. Просто вам покажу, как это меняется. Внизу кнопка Update. Нажимаем. Да, здесь еще видите, у нас Elementor. Я так вижу, не на русском языке. Его можно, кстати, на русский сделать. Давайте вот здесь посмотрим. Верхняя часть шапп. Нижняя. Это все меняется здесь. Смотрите. Вот этот текст. Карандашик рядом. Находим. Текст здесь. Видите, я его удалил. Вот я поменял на свой. Режим, цвет, текста. Все меняется абсолютно здесь. Вот, например, я беру и делаю его вот таким. Все по аналогии меняется. Дальше. Задний фон. Абсолютно здесь вот не видно. Но вот навожу мышь. Вот видите, не видно. Но можно правой кнопкой мыши где-нибудь здесь нажать. Edit. Секция. Переходим в стиль. Вот картинка. Во-первых, overlay наложения. Я выбираю красный. Нет, background overlay у нас находится вот здесь. Вот темный цвет. Вот красный. Например, overlay будет красный. А само изображение, оно просто у нас затемненное. Вот. Просто нажимаете. Я прям наглядно покажу. Во-первых, видите, подгружаются иконки, которые картинки используются. То есть, если вы увидите кучу новых изображений, должны понимать, что изображения из демо-контента, конечно, сюда тоже загрузились. Причем все ваши удалились. Видите, все удалились. Здесь надо свое изображение будет загружать. Давайте просто наглядно вам покажу. Вот есть у меня авто. Вставить, чтобы вы понимали. Вон, видите, оно вставилось. Нажимаю на зеленую кнопку сохранить. Смотрим, как были контакты. Страницы контактов. Обновляю, как стало. То есть, вы понимаете, вот так это меняется. Нижняя часть тоже вот здесь меняется. Дальше. Вы вот так вот выходите. Вот здесь вот датчборд. То есть, выйти в датчборд. Это консоль у нас переводится. Надо еще назначить русский язык для Elementor. Вот здесь вот есть обновление. Нажимаем сюда. Скорее всего, попроще сейчас обновиться до русской версии. В самом низу, вот здесь вот переводы, как я и думал, доступны новые переводы. Нажимаем обновить переводы. Чтобы вы понимали, потому что Elementor, он на русском языке. И он должен быть на русском. Вон, видите, написано обновление перевода для Elementor.ru. Все. Теперь Elementor будет на русском. По поводу формы. Вот сюда заходите. Вот она, WP Forms. Плагин. Находите единственную здесь форму, которая у вас выводится уже вот здесь вот в контактах. Настраивайте. Вот они все поля. Заходите, меняете на русский. Ну, с этой формы нужно еще тоже разобраться. То есть, как поля менять, как добавлять. Я уж не буду это показывать. Я с этой формы даже не работал сам. Уверен, что она хороша. Но я работал обычно с Contact Form 7. Скажем, с их конкурентами. Если они, конечно, между собой конкурируют. Тут есть разные настройки. Вижу, что некоторые на русском языке. Письма там, уведомлений. Все это можно настроить. Есть и Pro-версия данного плагина, как я вижу. В общем, вот эта форма настраивается здесь. Которая выводится шорткодом здесь. То же самое, главная страница. И все аналогичные страницы. About, Blog. Давайте сразу посмотрим. Это у нас Blog. Все это, портфолио, вы можете найти в страницах и редактировать. Вот, например, вот такая в виде галерейки. То есть вы переходите обратно в страницу, чтобы настроить. Вот они все. Вот она, Home, главное. Можно сразу перейти в режим редактирования. Но Home тоже надо переименовать на русский язык. Не забудьте. Поэтому я сначала лучше здесь зайду в Home. Вот это слово меня на русское. Главное. Нажимаю Обновить. Дальше уже опять, уже поняли вы. Заходите в режим редактирования через Elementor. Во-первых, видим, загрузка написана уже по-русски. Вот открывается страница редактирования главной. Уже без каких-то сложностей это все редактируется здесь. Подвал, соответственно, виджеты, скорее всего, выводятся. В виджетах надо будет смотреть. Все. Заходим в карандаш. Вот он заголовок. Demo Site. Вот я поменял, видите, Demo Site. Также нужно понимать, что некоторые моменты в шаблонах разработчики, когда выпускали вот этот вот шаблон для того, чтобы вы его к себе установили. Например, в пользовательских стилях у вас же было все чисто. Вы видите, здесь уже добавлен автоматически некий код, без которого что-то не будет работать, если вы удалите здесь. Вижу, что тут добавлен некий цвет. Вижу, что фон сайдс – это размер шрифта. 55% что-то где-то здесь применяется. Так что, если вы будете все досконально менять и вдруг что-то поймете, что здесь что-то не настраивается, то вот тут есть некий код. Это тоже они внедряют. В других шаблонах возможный другой код. Если он вам не мешает, не трогайте его. Либо попробуйте удалить и без него посмотрите, как. Может, без него, когда настраиваете, скажем, все встанет, так скажем, на свои места. Возвращаясь в режим редактирования, здесь тоже по левому и по правому краю заголовок H3. Тут вот если вверху текст, у него свой карандашик. Вот он меняется здесь. Думаю, здесь уже понятно. Внизу тут у нас уже идет настройка иконок. Вот иконки выбираются здесь. Список иконок. Видите, что Elementor все тут на русском языке. И теперь давайте посмотрим на дополнительные плагины. Вот эти виджеты сбоку в Elementor, которые идут от темы Rive, которые добавляются. Во-первых, пройдя в плагины, вы можете видеть вот этот Rive Extensions, перейти в детали. То есть Extension, то есть Template, шаблоны и Extensions, расширение, добавлены здесь. Вот это печатание текста, то, что мы видим с вами на главной, скорее всего, это от них. Потому что это было раньше вроде как в Pro-версии Elementor. Вот этот Extension. И здесь просто видеть название. То, что мы получаем, чтобы вы понимали, что же входит в этот плагин. Здесь и картинками видно, и название вот этих плагинов. Вот здесь показано. То, что они добавили. Многие из этих виджетов Pro, вы можете видеть маленький замочек, и мы не можем их использовать, потому что это доступно в Pro-версии Elementor. Но тут большой выбор тоже бесплатных плюшек, которые, конечно, если вы их не знаете, нужно их просто перетаскивать сюда на холст, изучать. Вы же можете даже на основе этого шаблона все настолько сильно изменить, что это уже будет ваша наработка. Уже не будет похож на тот базовый шаблон. И давайте на примере, как вытягивать. Вот есть такой виджет Effect Elements. По-моему, его не было в Elementor, и он от темы Rive добавляется. Вот я просто мышкой зажимаю, решаю, где же на холст его разместить. То есть это, по сути, вот этот headline, текст. Вот здесь вы пишете, вот видите, static text, part before. Вот это текст, который не анимируется, а дальше текст каждый с новой строки будет анимироваться, меняясь. Получается, вот этот вот заголовок это и есть этот виджет, который уже как бы здесь в шаблоне. То есть аналог такой есть в Pro-версии Elementor, если вы будете покупать, скажем, Elementor Pro плагин. Там есть свой такой вот, с более такими навороченными настройками. Но здесь тоже вот он есть свой. Можете менять там на свои названия, все вот эти вот эффекты, там стиль и другие параметры. Конечно, все на мобильных устройствах тоже здесь нормально смотрится. То есть даже настраивать не надо. Вы только меняете. Если вы хотите просто поменять контент на свой, быстрое создание сайта, видите, вам останется только менять для компьютерной версии все. Оно здесь автоматически адаптируется под мобильные устройства. Например, вот здесь вкладка Apollo 13 Framework Extensions. Это тоже от данной темы. Как мы с вами уже видели виджеты с данной темой Rive. Вот и другие моменты. Например, вообще вот это режим редактирования. А как добавить там новую, да, вот внизу, например. Или внизу, или здесь просто под шапкой не видно, если сверху и сверху можно добавить новые элементы, строки. Например, вот строка. Мы добавили строку. В настройках строки во всю ширину делаем. По плюсу слайдер кидаем. Это получается вы альбом. То, что мы с вами делали. Альбомы. Но тут уже, смотрите, предустановленные альбомы установились у нас с вами. Если мы с вами посмотрим вот здесь. Альбомы, которые мы только что изучали. Смотрите. Целую кучу предустановленных демо-альбомов. Которые, по идее, тоже, если будете использовать их, нужно будет зайти в каждый. Естественно, видите, фотографий здесь нет. Менять на свои. Заодно посмотрите, какие настройки здесь они использовали. То есть каждую картинку вот надо будет удалять здесь. Или, к примеру, я перейду в записи блога. Смотрите, здесь предустановленные тоже установились демо-посты, по сути. И комментарии там есть. Демо. Которые надо тоже будет вычищать, удалять. Например, это статья. Вот она, видите, английский здесь текст. Меняете. И здесь, по большому счету, смотрите, что я сделал. Вот из этого Apollo Framework, например, последние записи можно вытянуть из блога на страницу. Так как здесь предустановлены записи, причем можно выбрать альбомы. Вот они, альбомы, да? Тоже демо-созданная работа, люди. Там тоже предустановлены. Видите, как сделаны люди? Социальными кнопками. Вот так вот. Ну давайте, например, это ваши сотрудники, к примеру, мы выводим. Например, вот тут есть такое «Растянуть секцию», чтобы было растянуто на всю ширину браузера. Смотрите, вот сайт. Вот прокручиваю. Внизу, например, видите, вот оно расположилось. «Мои люди», то есть демо-люди. То есть вот это отображение демо-контента людей, которые тоже вы уже под себя можете настроить. То есть достаточно все просто. Нужно понимать, да, как структурно здесь это все устроено. И думаю, что это гораздо быстрее, нежели вы с нуля будете все здесь изучать. А у вас руки поджимают. Вы можете просто к готовым шаблонам, причем это все бесплатно, реально бесплатно можно использовать. Думаю, здесь можем уже резюмировать, заканчивать видео. Думаю, на 90% вы точно поняли механику этого шаблона, этих плагинов и как взаимодействие их, да, как это все быстро редактируется, удаляется, меняется, настраивается. Желаю вам удачи с этим шаблоном. Надеюсь, у вас все получится. А я с вами не прощаюсь, и мы с вами скоро увидимся в новых видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok